Всем привет, с вами Амлаб и это новости индустрии. Сейчас будем разбираться, что интересного произошло за неделю. Произошло много интересного и даже немножко смешного. Российский стартап EveryPixel выкатили агрегатор стоковых фотографий, давайте назовем его так. Идея в том, что вы заходите на один сайт, а не на пять стоковых сайтов сразу, вводите запрос и он смотрит по всем сайтам. Естественно, весь этот балаган сделан на манер 2017 года. Все модно, молодежно, нейросеть, машинное обучение. Он сам анализирует, какие фотографии хорошие, какие плохие. Плохие убирает вниз, поисковых результатов хорошие поднимает наверх, вне зависимости от того, на каком сервисе они лежат. Это действительно очень удобно, но вся фишка и интернет поразила не это. Они дали доступ, открыли доступ к этой нейросети и каждый желающий может залить свою фотографию в нейросеть и получить какую-то эстетическую оценку, точнее оценку эстетичности фотографий, которые он загрузил. Это было забавно. Мы загрузили туда фотографию Кати Можиной, которая была сделана у нас здесь в студии и он поставил 99,9. Все классно. Бонусом он написал все хэштеги, которые могут подойти к этой картинке. Ну и вы знаете, это, блин, прикольно. Я знал, что Google умеет такое делать, но что он попадет в такое количество хэштегов, это действительно забавно. Мы, конечно, пытались найти какой-нибудь казус интересный, загрузили туда Валю Блохо. Процент остался высоким. Он посчитал, что Валя это Cocosian Ethnicity. Мы сначала подумали, что Валя Кавказец, потом выяснилось, что это просто белый человек на английском, так обозначается. Ну, будем умнее в следующий раз. Даже несмотря на то, что фотография нелепая, поза нелепая, эмоция странная, все равно оценка высокая. А после этого загрузили туда попу с огнетушителем. И вот тут, как бы, в принципе, все логично. 24% не очень много, но откуда там лэптоп? Мне не очень понятно. Предлагаю вам воспользоваться, ссылка в описании будет, скорее всего, очень забавно. Загружайте туда своих друзей и давайте им оценки, насколько они эстетично хороши, по мнению нейросети от EveryPixel. Последнее время 360 повсюду. Сейчас как-то странно прозвучало. Ну, вы поняли, я про видео 360. Даже Vimeo уже сдалось и на днях CNN объявило то, что у них, оказывается, отдельное подразделение будет заниматься новостями в 360. Сейчас доступны, точнее, отделения есть в 12 странах. Это интересно. И вот тут, коль скоро оно такими семимильными шагами идет на нас, да, и Resident Evil, и Порнуха, и вообще все, что хотите в виртуальной реальности, и для богатых людей в виде ваева, и для бомжей в виде просто картбордов, что угодно, мне не терпится, когда появится какой-нибудь по-настоящему крутой художественный фильм, снятый в VR. И вот мне интересно, насколько крутая проработана должна быть режиссура, чтобы ты, ну, как бы не пропустил все действия, может быть, оно там, а ты отвернулся, или моргнул, или оно здесь, а ты не можешь этого сделать. Вот это было бы классно. Напишите в комментариях, когда-нибудь одевали ли вы шлем виртуальной реальности на себя, и если да, то какой это шлем, потому что на днях я был в клубе виртуальной реальности с HTC Live, и это, черт побери, очень круто. Мозг немножко ломается. Следующая новость к нам пришла от Fuji. Ну, как от Fuji, от тех людей, которые слили новость от Fuji, и это странный слив. Нам показывают две стрёмные фотографии какого-то пластикового обмылка, который как будто бы похож на камеру моментальной печати. Ну, типа, нажал, фоточка выехала, и вроде как здорово все, но неужели такими камерами до сих пор кто-то пользуется, и нужно выпускать новые. Ну, то есть, что нового там можно придумать? Там все давно было придумано еще Polaroid. Однако на фотках можно разглядеть довольно большой экран. Что он делает? Зачем он нужен? Нафига в такой камере экран? Непонятно. Однако, я предполагаю, что может быть вот такой сценарий использования. Предположим, ну, как бы вы не просто нажали и получили фотку, а нажали, получили фотку внутрь, потом нажали еще, получили еще фотку внутрь, наконец дождались, пока ваши друзья перестанут выглядеть как идиоты, сделали нормальный кадр, и именно его напечатали, и бумагу не перевели, и как бы классную карточку отдали сразу своим друзьям или коллегам, или если вы на свадьбе, фотограф, то тоже весело может быть. Единственное, что производство камерой с матрицей и экранчиком, естественно, будет дороже, чем любого другого пластикового обмылка, но это интересно. Напишите в комментариях, вот если вы занимаетесь какой-нибудь коммерческой фотографией, знаете, там типа репортажной, свадебной или около того, используете ли вы такие девайсы, носите ли вы, может быть, с собой такую камеру, или может быть, у вас есть маленький принтер, потому что у того же Fujifilm есть, ну вот такого размера, размером с, ну не кредитную карточку, конечно, но небольшой жесткий диск, принтер, который спокойно печатает 30 кадров, ну за один заряд, и при этом имеет и Wi-Fi, и Bluetooth, и можно скинуть и сразу красивую картинку напечатать, а не вот это вот странное, с непонятной линзой еще вспышки в лоб. В общем, поделитесь в комментариях, интересно ли вообще сама технология вам, потому что, если интересно, может быть, мы сделали бы обзор каких-нибудь принтеров, если вам это было бы полезно. И последняя новость для любителей сравнить несравнимое. Вот, когда-нибудь задумывались на тему того, кто лучше, Canon 2470 или Nikon 2470, или Sony 2470, или вообще что-нибудь еще. У вас такая возможность почти появилась. Появилось новое онлайн-приложение, которое через API к Flickr высасывает оттуда все фотографии, у которых есть EXIF, и после вашего запроса на определенную модель объектива в сравнении показывает картинки, которые были сделаны на один или другой объектив. И, если вам сказочно повезет, прям сказочно повезет, и этими линзами, а, кто-то пользуется, б, пользуются по назначению, то вы сможете посмотреть картинки, сделанные на одну линзу, на другую линзу, даже подкорректировать фокусное расстояние и диафрагму, с которым это сделано. И если вам еще раз сказочно повезет, потому что каждый раз, после каждого параметра, естественно, количество фоток сильно уменьшается, вы сможете найти там два пейзажа, которые, может быть, очень похожи, и тогда сможете сравнить. Но даже в таком случае не очень понятно, что вы там увидите на фотографии из интернета, потому что они же все вот такие, ничего там не видно. В общем, у меня пока есть сомнения к этому, к необходимости этого сервиса. Может быть, у вас в голове созрел какой-то сценарий использования. Если созрел, то напишите в комментариях. Я, может быть, хотя бы пойму, что я глупый, и нужно смотреть шире. А мы переходим к новостям нашего проекта. И самая главная новость, мы купили поли... А, так, подожди, это не то. Вышел курс начала работы в Adobe Premiere. Если вы боялись открывать Premiere и что-то в нем монтировать, то, наверное, вы очень пугливый человек, но, тем не менее, вышел курс, в котором вам рассказываются самые-самые основы. Он абсолютно бесплатный, можно прямо сейчас пойти посмотреть его на сайт, если вы хотите монтировать. Преподаватель – это Ира. Она работала с нами, режиссером монтажа, очень долгое время. При этом у нее настоящий талант к монтажу и к объяснению. Поддержите ее. Это ее первый курс. Она очень волнуется. И мне кажется, что будет радоваться, если вам он понравится. На днях выйдет еще один курс от Иры Ж. И он будет посвящен не кнопочкам в премьере, а самой логике монтажа, чтобы вы не просто накидывали на таймлайн какие-то проекты или какие-то файлы вот так вот их нарезали, а пытались сделать это осмысленно. Посмотрим. Если вам интересна вот эта история с монтажом, мы обязательно запишем что-то еще, позовем Иру или любого человека, которого вы захотите, или которого мы сможем найти как хорошего преподавателя. Это не все. На днях у нас прошел, пару дней назад, если я все правильно помню, к нам в гости приходил Владимир Сухарев. Вот за этим столом я и он сидели и рассуждали на тему саунд-дизайна и звукорежиссуры в кино. Вот это был прям крутой стрим. Владимир давал послушать примеры того, как он записывал звуки для кино. Он показывал видео, как он это делает. Там в какой-то момент появляются сцены из перестрелки и вы можете все это услышать. Он показывал, как он это дело снимал и как звучит сведенный материал. Это отлично погружает вас прямо на поле боя. Чувствуешь себя посреди Battlefield 1, если вдруг вы понимаете о чем. Я уверен, что вам понравится, если вы хоть как-то связаны с видео или звуком. Смотрите с удовольствием на нашем YouTube-канале, где-то здесь рядышком должен быть видос. На следующей неделе, что-то много новостей омлап, у нас выйдет бесплатный курс по цветокоррекции в Premiere. Его записал я. Там что-то около часа материала. Опять же, базовые штуки. Если вы ни разу не делали цветокоррекцию в Premiere, то это первый курс, который я рекомендую посмотреть. Это не последний материал, который мы выпускаем. Если вдруг вы все эти базовые штуки знаете и вы умеете смачивать кадры, потому что базовый курс посвящен именно этому, а смачивание, если вы не знали, это сведение нескольких разных камер, мы будем выпускать в ближайшее время еще несколько уроков на YouTube, они будут бесплатные. Помимо этого, мы проанализировали все ваши пожелания, все комментарии, все, что вы написали мне в личку на YouTube, в группах, на стене, везде, 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 и поняли, что вас интересует именно сведение камер. Поэтому мы взяли самый сложный материал, который у нас есть по сведению камер, и записали двухчасовый материал, сделали его платным. Он будет стоить 290 рублей, и надеюсь, вам это понравится, потому что там максимально подробно разжевывается пример, как взять материал с двух разных камер, который снят с галогеновым, то есть с желтым, очень теплым источником света, как на нем выправить баланс белого, а после этого эти камеры свести. И самое главное, все это снято, естественно, не вро, а как снимают обычные смертные, ваш 264. Это сложная коррекция, но если вы когда-нибудь сталкиваетесь с такими проблемами, то однозначно оцените, насколько круто получается результат после довольно сложных коррекций. Надеюсь, вам понравится. И последняя новость из Амлабми перед проектом – это стрим. Он будет 23 числа и будет посвящен свадебной фотографии. Мы сделаем что-то типа часа открытых дверей. Приходите на стрим, и если вас интересует обучение в универе свадебной фотографии, то мы расскажем все, что у нас было, все, что у нас будет, объясним, что будет интересного в новом потоке и покажем, чего достигли студенты из предыдущих. Мне кажется, что будет интересно, потому что читал я тут комментарии всех, кто закончил, а вчера была защита у четвертого потока, и походу они все напились от счастья. Это очень здорово. Это действительно заставляет гордиться этими студентами. Ну а мы переходим к финальному проекту. Я буду очень мало про него рассказывать. Это видео о том, как работает наш мозг и как нужно учиться. Это перевод английского материала ребятам из канала Good Story Voice. Рекомендую его посмотреть. Они, во-первых, хорошо перевели, а во-вторых, сам материал очень популярно объясняет, как работает автоматическая, скажем так, и аналитическая память у нас в голове, и как это можно использовать для более качественного обучения и принятия значительно более правильных решений. Ну, я желаю вам приятного просмотра. На этом все. Чао-какао. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!